Всем привет! Это Мотагон ТВ и мы находимся на выставке Мотовесна на стенде Мотагон.ру Сегодня у нас в гостях небезызвестный Алексей Колесников. Мы пообщаемся буквально пару минут, зададим пару вопросов. Мы вообще просто давно не виделись. Леш, скажи, пожалуйста, как прошел Nissan X-Tour? В общем, достаточно серьезно, распиарено, разъекламировано. Вы ездили по городам и весям. Как вообще прошло? В целом, Nissan X-Tour для меня стал настоящим X-Tour с большой буквы X, потому что это первая была моя зимняя история в рамках тура и в рамках сноубордических мероприятий. И каждый город, каждая остановка, мы проехали шесть остановок, Сарачаны, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Сочи. То есть, ну, как бы в каждом городе были свои сюрпризы, свои тонкости, свои сложности, начиная с того, что шипить грамотно приземление из снега и покрыть его фанерой, брусом, чтобы все это не отваливалось. С разницей температуры, потому что ночью одна температура и днем... С разницей температуры, в общем, как бы, ну, трудностей было огромное количество. Плюс ко всему, по ходу тура я сменил мотоцикл, чтобы тоже повлекло там за собой определенные как бы трудности. Но в целом все было очень круто, для меня это был огромный опыт. Финальная остановка у нас была в Сочи не так давно. Но в Сочи это вообще отдельная история, про которую можно написать книгу, поскольку высота 2200, там, реально не работает двигатель. То есть, я просто понял, что мотор работает, ну, действительно, там, на 20-30% в минус. То есть, просто нету хлопка, нету хлопка снизу. Я понимал, что там, ну, можно вкатиться в рампу там ходом, да, и как-никак долететь куда надо. Но на флип, на комбинации, на все остальное тебе нужен низ, а его нет. То есть, а его нет. Я первый, когда делал первый флип, у меня такое ощущение было, что я делал бы клип первый раз в жизни. Да, поэтому, как бы, ну, реально было непросто. И, плюс ко всему, все это было в рамках New Star Camp. Очень крутое мероприятие, очень крутое событие. Я обязательно туда вернусь, неважно в каком формате, как просто потусить, покататься, как прыгать, как съемки, как угодно. Но туда обязательно нужно ехать всей толпой, потому что это просто движение нон-стоп. Вот. В целом, Nissan X-Tour, как у нас, завершен, завершился в Сочи. И сейчас у нас все это переросло сразу в начало сезона в нашу новую программу с моей командой Matul. Это Matul Extreme Show, так называемое, где мы выступаем вместе с моими друзьями, с Маратом Конкадзе, его командой Legend Stunt Team. Вот. И всей моей бандой FMX13, Леха Айсен, Антоха Смирнов. И также у нас в недавнего времени появился Леха Орехов, который только начинает первые шаги в Христалл Мотокроссе. Но, несмотря на то, что только начал, уже достаточно успешно прыгает на любом оборудовании. Отпрыгал с нами Прорыв, отпрыгал с нами Имис Питер, отпрыгал Мотовесну здесь в Сокольниках. И, в принципе, все очень круто. Мы чувствуем друг друга. И если так дальше пойдет, все будет классно. Слушай, Крутяка, скажи, а в рамках Matul будет сколько запланировано вообще какие-то мероприятия? Вообще запланировано, насколько я знаю, запланировано около 10 городов. Все будет варьироваться. В каких-то городах будет только Марик с ребятами. В каких-то мы будем вместе. Какие-то мы уже проехали, какие-то мы уже сделали. То есть, ну, как бы пока у меня прям вот нету стабильного календаря. Но мы внедряемся, постоянно смотрим, где и что. То есть, и календарь спонтанный как бы появляется. Я тебя понял. Слушай, а ты говоришь, Мотик сменил что на что? Скажи людям, интересно вообще. Я, да, я сменил Ямаху Вайзет 450 на Хонду ЦР. 450, 16-го, 16-го года. Как бы новый мотоцикл. Это даже скорее не то, чтобы сделка с Хондой. То есть, у меня частичные, частичные паркерские отношения с Хондой. И они больше в Европе, нежели здесь. Вот. Но, тем не менее, как бы новый воздух. Fresh Air, так называемый, для нас. Знаешь, как новая игрушка для ребенка. Познавание что-то нового. Мотоцикл другой, действительно другой. У него меньше база. Он уже, он по-другому управляется. У него другая развесовка. В другом расположены педали. Другое вращение. Другие сломные оси, когда делаешь андерфлип или что-то. Поэтому пришлось, как бы некоторые вещи, пришлось там немножко попереучиваться. Но я также увидел на себя очень много бонусов. Даже так? Какие, например? Ну, например, VIP-ы. VIP-ы, андерфлипы, VIP-ы. То есть, у него другая ось. И он по-другому складывается, сломывается. Где-то при каких-то базовых вещах это, наоборот, мешает. Потому что он как... И у меня, знаешь, ощущение, я сразу вспоминаю. У меня ощущение двухтакта 250 только четырехтактным мотором. То есть, вот первая ассоциация вот такая. Ну, это, кстати, очень похожее. Ямаха более прямолинейная. Более прямолинейная. Да, Хонда, она прям вся как на иголках. Ну, это она и на ходу, собственно говоря, на трассе так, похоже, себя ведет. И в поворотах речь. По трекам я немного ездил на Хонде. Но по фристайлу, по крышлям сразу понял. Слушай, ну, крутяк. А вообще планы какие на будущее вообще твоей жизни? Вообще в целом, я так скажу. Слушай, в целом график очень плотный. И чего, жить, получать от жизни удовольствие в первую очередь. Матюрик Стрим Шоу Тур. Также получил приглашение на X-Fighters в Мадрид в июне. Полечу туда судить. Судить X-Fighters первый раз. Первый раз в жизни. В Гонде это поздравление. Да, это очередное достижение. Да, да, да. Ребята, кто организовывает X-Games, пригласили меня туда именно судить. Поэтому очень круто. Обязательно полечу. И оттуда вернусь сразу на мероприятие. Потому что график достаточно плотный. В колонне также планирую провести свой фест 10 сентября. Заранее тоже всех приглашаю. И вас, и всех желающих. Все будем там, большой толпой. Уверен, что прилетят наверняка мои пацаны из Италии. Там Ваня точно. Возможно, кто-то еще. Соберем большую банду. Будет круто. Отлично. Спасибо. До встречи. Спасибо. До скорого. Всемир. Кого? Чего? А, подписывайтесь на наш канал Матагон ТВ. Смотрите, гоняйте. Будьте здоровы. А мы надеемся, что DC выпустит серию. Потому что у Гошана есть свои кеды. Мы надеемся, что... Уже пора. Уже пора выпускать, да. С легкой колесниковой. Мотоботы отсиденные, да, какие-нибудь. И, собственно, кеды. Пусть будут. А что? Я буду носить. Я куплю первый, я клянусь вам. Но если они не будут дорожь 100 долларов стоять. Всем пока, ребят. Спасибо.